еврозона хочу начать сегодня с очень новой и интересной модели оценки происходящего представьте себе что у вас есть любимый продукт и в этот продукт как бы потреблять ну например раз в неделю вы четко знаете например что в понедельник вы будете кушать кашу утром во вторник омлет и кашу вы будете больше особенностью дима тубах из магазина исчезла изюм а потом бах исчезла каша и вы в понедельник уже не чувствуете себя вот в расположении духа но и другой сценарий например каша в понедельник стала в три раза дороже так вот есть любимое времяпровождение великобритании это потребление пиво пятница вечер это классика кто был в британии тут знает кто не был поверьте на слово все пабы все пивнушки переполнены очень громко все стоят все реально 5 вот в прямом смысле слова это у них такая пятница не так стресс снимает и пятницный вечер это в принципе традиция как новый год но только каждую пятницу и представьте себе что вдруг цены выросли пинта теперь пиво достигла рекордного уровня и если я скажу сколько она там стоит фунтах там ничего мы не поймем потому что нужно смотреть на потребительскую корзину приписывать все это с точки зрения британской экономики сколько стоит буханка хлеба молоко тех кто мясо потреблять или мясо не потреблять как у них вообще в месяц уходит на виду но есть факт понимаете есть среднестатистическая цена которая вдруг выросла и 8 фунтов стерлингов это конечно дорого в центре лондона это новый рекорд но я гарантирую британцам что это только начало все будет хуже потому что наверное через некоторое время в этом отношении очень интересно послушать специалистов которые говорят ребята а вы не задумывайтесь о том что любые санкции которые водятся они имеют сюда задержку ну то есть сегодня сказали что водят санкцию на какой-нибудь продукт ну давайте возьмем самый нужный продукт дизельное топливо на нем грузовики перевозят доставляют товары так вот эффект обведения санкции он через час не через два не через неделю он примерно происходит через 18 месяцев есть продукт правда через шесть месяцев уже ярко выражены сбои в логистике это очень важно целую неделю я слушал внимательно дискуссию по поводу надзора за продавцами бензина и дизеля на заправках я и говорю сейчас в евросоюзе дело в том что правительство некоторых стран приняла меры и снизили процентную ставку налоговую для того чтобы хоть как-то понизить потому что понятно лето сезон отпусков и все северное полушария живет по этому принципу летом на юга и в этом отношении чтобы народ не нервничал решили вот просто сделать дешевле понизли ставку официально правительство говорит мы на 15 процентов понижаем а цены не изменились то есть 15 процентов остаются в кармане того кто зарабатывает начинает изучать закон оказывается они обязаны никто понижать цену если вдруг правительство налог уменьшил мало того и повышать никто не обязан то есть хочешь поезжай к соседу там заправляйся а я что хочу то и делаю себя на заправке главное чтобы сговора не было соответственно знаете когда 10 лет назад там британцы платили 230 я говорю сейчас о фунтах стерлингах 230 пинта пива а теперь они платят 8 фунтов стерлингов мы говорим сейчас о центре лондона но это серьезная разница вот давайте инфляцию можно изменять по-разному соответственно цены растут не только в британии кто пшеницу поставляет если пшеница в дефиците если зерновая культура в дефиците то пивные компании они хочешь ли не хочешь но они объявляют о дальнейшем повышение цен это уже понятно и пшеницу по трубопроводу точно не доставишь абсолютно грузовиками и и не навозишься соответственно я не просто так говорю о том что пиво будет дорожать и пиво это показатель а еще пиво это народный продукт я думаю здесь не только немцы не только британцы не только чехи не только бельгийцы думаю много много кто относится к этому как народному продукту и запрограммированность подорожания она приводит просто такому бухтению на кухне ну вот люди недовольны и слушал я внимательно наших коллег которые обсуждают например рост цен в македонии чудовищно если честно у людей слабо защищенных социально примерно пакет потребительской корзины становится дороже не совсем в два раза там сказано 1,8 то есть почти в два раза и подводя итог один из журналистов сказал что притом слова я скажу так рубанули прямо ну резко прозвучало в связи с тем что у самых незащищенных социальных слоев не предвидится дополнительных доходов ну то есть пенсионер не может себе найти под заработок его молодежь обскочит в этом отношении четко понятно если раньше ты покупал буханку хлеба а цены поднялись два раза то теперь ты просто купишь пол буханки хлеба и нужно это понимать соответственно заранее когда правительство говорит что мы через два месяца или через три месяца то есть когда закончится курортный сезон когда закончится сезон отпусков снижаем налоговые ставки или вообще будем все продукты питания обнуливать 1 0 обнулять наверное с точки зрения налогов но это будет через два-три месяца эти два-три месяца нужно как-то наверное по стране и похудеть найти какую-то медитацию и начал я то с пива на самом деле потребительская корзина пересчитали сели просто знаете зачем нам ссылаться на какие-то там шпигель вельт какой-нибудь ройтер зачем давайте сами зайдем посчитаем и посчитали бы под летнюю потребительскую картину корзину по берлину то есть арбуз вишня персики клубника появилась где-то иранская где-то иракская где-то турецкая то есть ну разную и отличаются они по вкусу и по виду но сравнили с прошлым годом ребята не надо мне сказки рассказывать что на 8 процентов инфляция в германии выросла летняя корзина потребителей конечно же она включает в себя продукты сезонные так вот сезонные продукты начинают шпаржа заканчивая но сезон шпаржи уже заканчивается заканчивая вот ягодами извините не пахнет 8 процентами я посчитал 30 процентов разница вот это вот это уже реальная картина что сказки мне не рассказывайте а правительство рассказывает сказки и на этой неделе я с большим удовольствием прям с большим наслаждением констатировал потрясающую вещь я чувствую эдакий медийный сговор в германии медийный уж больно стали все дружно я имею ввиду конечно же мейнстримовские сми специфически рассуждать у канцлера федеративной республики германии все это было в преддверии конечно же исторического голосования бундестаге и изменение основного закона то есть конституции потому что то как в негативном свете выставляли шольца это не случайно вплоть до смешного доходили идет интервью значит с экспертом из германии звонят в австрию эксперт военный политолог военно это важно то есть него мышление другое не просто вот знаете там разбираться предвыборной отслеживать мониторить что говорят и что делают политики он еще и военный человек и его спрашивают ну что канцлер неправильно поступает германия он отвечает первый раз но я не могу сказать поступает он правильно или неправильно потому что у меня нету в наличии никаких подтверждений или опровержений мало того мне нет знаний которые могут быть у канцлера германии него работают и аналитики и разведка поэтому он может поступать на основании каких-то фактов которых мы просто не знаем проходит там минуты три разговора и ведущий опять спрашивает скажите пожалуйста а канцлер слаб что он не поставляет оружие ну с той стороны эксперт уже так с улыбкой говорит знаете делаю не в измерении слаб или силен а дело действительно в предпосылках и в реалиях и в политических реалиях вы требуете решения здесь и сейчас она может быть просто невозможно проходит еще четыре минуты разговора и ведущий уже откровенно спрашивайте канцлер ну его надо менять на что эксперт сказал знаете уже смеясь открыто что по поводу менять или менять существует закон ну то есть он не отвечает на вопрос прямой менять не менять но вы ярко выражено подводили к этим вопросам но дело в том что они звучали вслух и в как бы общественные дискуссии на эту тему они идут по поводу канцлера или нет или не меняют идут идут насчет канцлера насчет зеленых насчет бюджета идут и я так скажу самый низовой уровень то есть уровень избирателя мне кажется уже произошло изменение украинская повестка не просто стала надоедать а многие стали на нее смотреть по-другому потому что при всей гордости в кавычках германско народа о том что теперь германия будет иметь спецфонд и они действительно проголосовали 80 процентов парламента проголосовала за немцы будут иметь специальный фонд теперь у них полная модернизация перестройка усиление армии немецкое правительство зеленые совместно социал-демократами совместно со свободными демократами что понятно было что это такое значит так социал-демократы это шрёда это умеренный такой капитализм и умеренные права рабочих вот это социал-демократы свободные демократы оторванная партия от жизни опекает только богатых людей по конструкцию всю предвыборную говорила ой у нас партия не только детишки богатых у нас вот тут есть сын уборщицы и он был главным рупором но идиоты технологи которые выставили нецелевого представителя чтобы он разговаривал с нецелевыми представителями но это глупо они пробовали так завоевать новые голоса но они заботятся о богатых и зеленые а зеленые старые добрые времена они были просто зеленые знаете цветочки посадить грибами полюбоваться спасти собачку котика спасти я серьезно говорю заниматься программе программами лгбт то есть они ну никто звать их никак но в коалиции они присутствуют сейчас зеленые извините это те кто разжигают войну такого никогда не было и вот те на здрасте и и мышление зеленых то есть вот этот вот сговор богатых умеренных и зеленых плюс медийные понятно очень сильно медийное опекунство идет привело к изменению основного закона и германия теперь будет в кавычках конечно великой вооруженной страной жду не дождусь когда они внесут поправку о том что германия может иметь свое ядерное оружие и вообще может превентивно наносить удары если это будет немецких интересах потому что к этому все идет немцы повод нашли повод нашли отказаться от доктрины мира из германии вышло две мировые войны в германии они родились две мировые войны германия принесла человечеству необыкновенное количество боли страданий жертв и сегодня те внуки и правнуки которые не отвечают за дедов но прекрасно знают менталитет свой немецкий нашли вдруг повод из-за регионального кризиса регионального кризиса который не может сравниться с количеством жертв том же и раке когда их союзнички утюжили гражданское население и просто отбирали нефтяные скважины и они вместе с ними там тоже были рядом то теперь они нашли повод чтобы перевооружиться чтобы заявить о том что они хотят эти в будущее развития сильнейшей немецкой армии вы думаете народ это не заметил вот эти все крики лозунги ну во-первых в германии все еще живы люди из гдр у них воспитание конкретно антифашистская они бубнят но они четко знают где правда не перепроверяют очень многие читают российские сми то что заблокировано через поверьте мне немцы научились пользоваться обводниками то есть в поедом пользуются и вот это нижнее бухтение она уже есть но если взять например представителей партии свободных демократов это те которые опекают богатеньких не зажиточных тех кто имеет хорошую работу хорошую профессию а богатеньких которые не живут в германии так часто бывает что богатые люди не живут в той стране где зарабатывают но судьба у них такая так вот там все хуже они теряют лекторат просто безумными темпами потому что на кого ляжет основная нагрузка но на народ ляжу налоги поднимут но действительно все привыкнуть что со временем сейчас счастье знаете какое бензин там дешевле двух евро был почти 2 50 и так знаете вздыхаешь уже свободно уже можно ехать по автобанам не 110 километров а 140 час я серьезно есть 130 тебя никто не обгоняет с каких пор на автомат на автобанах где безлимитная скорость тебя никто не обгоняет на скорости 130 германии это же весь кайф а нет кайф теперь экономит и радость меньше двух евро то есть по сравнению с тем что год назад было повышение цен на одну треть на топлива конечно типа никто не заметил это тоже вот по поводу инфляции знаете кто-то много ездит кто-то общественным транспортом зато ввели за 9 евро а теперь по германии можно ездить региональными поездами по всей германии смотрите в принципе решение грамотное бензином дорого железные дороги пустые тоже дорогие но теперь ездите с пересадками они запомнили вот эти вот чем ночные электрички и все германию можно проехать за 9 евро когда был студентом я действительно вот ну так путешествовал там было в дочь марках но ну и что что 5 пересадок ну и что что едешь там 12 часов но зато стоит дешево вот ввели закон понимаете так думают о том что народ может нервничать а народ нервничает народ нервничает и вот почему это как о богатеньких с ирониях потому что ну злые тайный язык в основном люди среднего и малого достатка а богатые уже склонны к тому чтобы просто думать о бизнесе и почитав комментарии знаете там к немецкому форбусу и прочие вещь там бумбергу вырисовывается такая картина а богатые понимают что их тоже сейчас будут обнулять хочешь не хочешь налоговая система должна будет измениться и рассуждение о том какой фонд и какой план маршала для украины кто в нем участвует или как это опять падает все на плечи налогоплательщиков и того новая концепция создания фонда для вооружения германии это налогоплательщики тоже не с воздуха возьмется пандемия все еще не отступила санкции бьют по экономике очень сильно немецкой я вижу европейские санкции бьют по немецкой экономике это же понятно и стакфляция то есть стагнация инфляция они ярко выражено присутствует так что у нас в ближайшем будущем я думаю начнутся вот эти вот хотя летняя пауза в парламенте будет но тем не менее начнутся по крайней мере дискуссии это самое важное у меня есть такой вопрос то есть люди будут не пройдем дальше до адаптироваться вот этим самым новым реалиям выходить строгий режим экономии свыкаться с тем что каких-то возможно привычных продуктов не будет и привычный образ жизни также вести не удастся то есть они будут постепенно привыкать вот к той реальности в которой они сами оказались по собственной вине или или так у них возникнет все больше и больше вопросов ради чего кто виноват и что делать дальше вот смотрите для того чтобы все-таки работать жена да с политическими элитами и работать кому то есть политические ли ты подмяли под себя все-таки медийное пространство в котором доминирует риторика зеленых я обязательно сегодня расскажу об эрбок которая ну такую дискуссию сорвала но вот как привыкать к реалиям если инфляция пиповареного ячменя будет 70 процентов я на полном серьезе говорю есть люди я знаю таких людей у него образ жизни состоит из того что он работает он рабочий человек у него прекрасная квартира у него прекрасная дача но у него образ питания он обязательно должен выпить три бутылочки пива обязательно всегда одного и того же в одном и том же месте в одно и то же время есть многие кто этим живут это действительно традиция что в британии чтоб германии 70 процентов инфляция ячменя пива вареного извините это реальная вещь как ты не привыкнешь ты должен просто отказаться от продукта и вот эта дискуссия самое важное придется отказываться от каких-то продуктов которым ты привык если македонии дискуссия идет о хлебе то в германии а пире это то же самое что хлеб для многих то есть они не относятся к этому как алкогольному напитку и но как можно привыкнуть но хорошо но не все будут ездить с пятью пересадками за 9 евро по всей германии многих это конечно успокоит и осознание того где страна оказывается у меня такое ощущение что она не пришло в полном смысле то есть когда у тебя и цикансер говорит друзья мои это правда тебе говорят при том это игра слов очень красиво айзенханг это железный занавес понятно холодная война железный занавес так вот говорит опускайте занавес желательно железные чтобы тепло в квартире хранить то есть вице-канцлер не интересуется тем как сделать так чтобы у тебя было тепло потому что ты можешь себе позволить включить батарею и он не занимается тем чтобы это было достойно по цене так что ты мог себе это позволить он начинает объяснять данном случае это вице-канцлер как сделать так чтобы тепло не ушло лучше произолировать окна то есть понимание и осознание того что времена будут тяжелые нужно не только у это илона маска произошло который вчера прям достаточно громко и долго все говорили о том что сокращение десяти процентов сотрудников всех сотрудников иван маска что он там письмо написал своим там директорам по поводу того как он нервничает по поводу обстановки на планете и 10 процентов сокращения то у маска который является передовым которого цитирует все время а те кто в тиши сидит а те кто не афиширует свои размышления и конечно это странно когда ну давайте так если хаус мастер какой-нибудь тебе объясняет как правильно сэкономить энергию я понимаю из какой-то форум в интернете тоже пойму но вице-канцлер мне кажется заниматься не своим делом если он объясняет как экономить как сделать так чтобы тепло из дому не ушло занимайся тем чтобы она была доступна это тепло тогда ты на своем рабочем месте и ну в различные сценарии рассматриваются вплоть до того что например будут не признаны выборы в берлине я напомню что немецкие выборы прошли сумасшедшими нарушениями в городе берлин сумасшедшими и вот так тихонько тихонько но там идет все-таки рассмотрение этого дела и если суд признает с фальсифицированными выборами в берлине то будут повторные выборы и например случае если левый вылетят при этих выборах из берлина то есть не будет парламенте вообще это будет перераспределение мест тогда там буквально пару процентов может все решить но это опять же а кбдкб но этот сценарий тоже нужно рассматривать и конечно же его затягивать конечно влияет и на суде и разговорами и медийно но тем не менее я бы сказал так но только слепой же тревожность не видит тревожность именно такое общественно что будет дальше те темпы которые взяла европа в принципе в воде как подходит концу но нет у них больше санкций я уже даже не знаю что они еще придумают ну правда должны будут русских наверное отлавливать в воздушном пространстве где-то в турции не знаю где-нибудь там в китае и проводить убедительные беседы это будет санкциях ну что сам контекст санкции он исчерпан плюс-минус он уже не влияет ни на что и безысходность того что вот осознание это что санкции то вводят но они бьют по европе а россия как-то не меняется наоборот ощущение что россия сейчас издевается над европейцами над американцами рубль это тому доказательства рубль доказательства а также переориентировка некоторых энергоресурсов интересно получилось выбирали бундестаг и вопрос о расширении бундесфера не стоял получается народ не учитывается в принятии таких важных вопросов как изменение основного закона ну то есть конституции швейцарии маленькие большие вопросы решают референдумом она вы абсолютно правы вы абсолютно правы люди которые наделили мандатом депутата который их представляет они несут определенную доктрину они несут определенное мышление именно так попадают в любой стране в парламент на нижний верхний в конгресс в думу и в этом отношении но не наделяли действительно своих депутатов полномочиями избирателя чтобы те меняли основной закон именно с точки вооружения найти это под шумом действительно проскочила инертность масс конечно же существует и об этом вот я говорю нижнее ображение уже есть все она уже есть и если его кто-то будет отвергать и говорит да нет там народ поддерживает мы сделали опросы да нифига неправда это вот просто неправда нижнее ображение достаточно сильно будут ли его держать под контролем и давать такие вот хитрые вещи как 9 евровый проезд по всей стране я не буду сейчас федеративную республику германию ну вполне возможно что да будут угадывать недовольство или брожение и будут вот такими точными мерами для того на и есть правительство чтобы ну как-то сдерживать брожение думать о будущем и на этом фоне значит ну суток полтора двое практически без остановки обсуждалась аннелина бербок аннелина бербок пожелала украине выиграть войну и неоднократно западные политики говорят что украина должна выиграть и будут помогать всячески слово выиграть звучит постоянно и даже слово понимаете вот победить звучит меньше иногда это получается синониме выиграть и победить но вот выиграть она все-таки по философии по лингвистике конечно не совсем другую смысловую нагрузку чем победить и вопрос такой а что она имела ввиду когда она сказала что вот украина должна выиграть выиграть это что объясните пожалуйста и вот тут то все началось как только спросили что такое выиграть выиграть а оказывается ответа на этот вопрос нет и журналисты как с цепи сорвались эксперты прям на ну я я наблюдал прям суточную такую в войну интерпретаций что такое выиграла украина и в какой-то момент знаете уже смешно вот до смешного доходило один эксперт говорит до украина уже выиграла войну она уже выиграла вы посмотрите мировая солидарность которая сегодня присутствует по отношению украине это факт они уже выиграли посмотрите количество денег которые украина получать она никогда в жизни не получала темпы обсуждения и кандидатского статуса в евросоюзе темпы кредитов в темпе макро кредитов темпы оружие вы просто переведите это в деньги посчитать сколько сейчас в украину вдувается да они уже выиграли а вот территории придется отдать хороший эксперт и что имела ввиду она лена бербург то есть вопрос она не ответила и вообще все боятся ответить на этот вопрос все такие умненькие все такие знающие должны выиграть это как это крым вернуть и должны состав украинской коррупционной республики или должны только донецк и луганск вернуть или выиграть они должны владивосток захватить что значит выиграть войну идентифицируйте конкретнее скажите пожалуйста потому что вы политики бла-бла-бла обыкновенные популисты пришли вам похлопали сказали вы что шольц не поставляет оружие а украине надо выигрывать войну да нет военные специалисты говорят что все по-другому нужно четко понимать вот если ну вот грубо говоря какие сложные вопросы задаете я вот тут смотрю шпигель тот же самый пишет что вот например 6 пакет санкций для урслу фон дер ляйн президента евро комиссии важный шаг впереди для министра экономики германии тихий ужас а вы еще более сложные вопросы задаете ну так вот это не я задаю это сейчас все задают эти вопросы потому что ощущают действительно ощущение почему издевались над шольцем всю неделю вообще-то шольцем уже издевается месяц хороший а может быть и два я имею ввиду сейчас канцлера германии чему все это вообще идет и куда что что такое популизм дешевый это действительно те похлопали а ты ничего не сделал и и я слушал тоже вот такую баталию размышлений при том что манерность этого философского размышления знаете ярко выражена не война не их у них нет никаких эмоций это где-то там что-то происходит главное чтобы их не задело как только начинает их задевать серьезно спросил меня человек обслуживая ну дать как официанты а будет война или не будет третье мировая но я говорю если если немецкое присуток все дальше будет вести то все что угодно сценарии могут быть какие угодно и и у человека пауза была на секунду 30 он не работал он просто застыл слезы в глазах понимая только тогда когда касается лично а когда это там где-то то по салонному можно размышлять и вот это салонное размышление в битве экспертов я услышал что абсолютно четкое прагматичное решение по поводу предоставления например гаубиц и прохождение учебки немецкой для украинских военных в течение 40 дней что это абсолютный прагматизм это не то что какие-то существуют четкие параграфы как евросоюзе по приему кандидатов которые обойти нельзя новых никто еще не придумал это не так все просто с точки зрения именно параграфов создания ты юридическая составная и экономическая и синхронизация определенных вообще экономических зависимостей друг от друга европейский центр банк начинает наблюдение сразу с другими центром банками если ты даже кандидатом становишься то есть это огромнейшую работу нужно провести это не тяп ляп на коленках клип сделали и в рассуждениях почему же учебка например 40 дней специалистам военных говорит уже не помню его трехзвездочный генерал натовский он говорит вообще-то вообще-то 40 дней это классика ускоренный вариант можно сделать и за 30 дней ну в принципе если поджало да в принципе если они артиллеристы то грубо говоря наклейки поменяли показали нюансы как некоторые вещи по-другому но смысл один и тот же 30 дней не надо и двух недель хватит что за 40 дней а другой специалист говорит 40 дней с момента когда начали немцы обучение украинских солдат и четко известно что концу обучения им дадут уже и гаубицы и самоходки и дадут зенитки самоходные чтобы украинцы могли переходить в наступление прикрывая небо то есть они четко знают когда и что примерно прогнозируя где союзные войска днр и лнр россии будут через 40 дней но сейчас уже осталось 25 и к этому моменту они предоставят уже обученных специалистов такти переходили суды по вооружению в наступление а а а так вы действительно хотите там победы но смысле выиграть как вы говорите и это дискуссия то есть я не удивлен то что она громкая эта дискуссия потому что все равно крикунов больше буду здоров и правду таких больше правду сказал крикунов политических больше военных экспертов слушают мало но они постоянно присутствуют во всех дискуссиях и военные эксперты ой правду говорю и военные эксперты достаточно цинично и жестко рассуждают о некоторых вещах том числе о действиях украинской армии в том числе там рассуждением вы тоже смешно политик говорит вот первая фаза войны провалилась киев не захватили вторая фаза ярко выраженно сейчас подходит концу военный эксперт будет ну скажите пожалуйста откуда у вас знание что это была первая фаза чего вы взяли первая фаза может быть только через месяца два-три оценена что она была в этот момент если нету публичных заявлений что да эта фраза любой из сторон то тогда то что вы говорите является просто вашим личным мнением у вас тут документы там ну разведца общество так ну достаточно жестко осадил но политики громче экспертов это факт и вот если взять оля сравнить вот это нижнее ображение которое сейчас есть эту дискуссию но давайте так народ не спросили а в бюджет уже ввязали все создание фонда изменение конституции основного закона германии будет конечно же штайнмайер все подпишет и приведет это к чему к тому что немцы становятся в европе носителем идеи сильной немецкой армии они еще от оккупации не избавились немцы немцы оккупированная территория это советский союз покинул немецкую территорию американцы не покинули просто считается что это как бы добровольно сознательно с пониманием но здесь конечно нужно будет процитировать орбана я так понимаю что оля к вопросу о шестом пакете санкций и вообще вот о дискуссии европейской как это все выглядело ну что я могу сказать с великим прискорбием дорогие друзья сообщаю что тело тело европейской демократии находятся в реанимации не могу сказать что она умерла совсем еще но находится в реанимации и под кислородной маской и под кислородной и знаете там если провести капельницы в виде газа нефти то уже даже нету смысла поставлять знаете врач сказал в морг значит мол доктора может укольчик нет врач сказал в морг это вот сегодня это не тут можно рассказывать про экономику германии сказали угробить знает что угробить а может контракте какой-нибудь а может как-то обхитрим евросоюз или они не ведут санкции нету вот здесь вот во всем шестом пакете санкций то есть там появились дополнительные банки из россии это действительно больно для россии это больно бьет или как то есть но даже уже европейцы смеются с этого а вот что касается самой дискуссии она очень важна потому что все больше и больше от демократического стандарта европа уходит если ты с нами не согласен то ты какой-то плохой я имею право на свое мнение но может быть просто иное нет ты хуже нас ты просто не понимаешь ты тупой в конце концов если не понимаешь что ты должен голосовать как мы нет я все понимаю но у меня свое мнение конечно я считаю что это тело демократии в реанимации и в этот процесс который уже запущен его невозможно перекрутить назад отмотать и как с этим будут бороться европейцы да никак если честно будут смотреть потом может быть перезомбируют еще что-то сделают расскажут что это так и должно быть что настоящая демократия когда сто процентов голосуют все за то есть в принципе столько сколько критики выливалось на батьку на лукашенко что у него там подделанные голоса или еще чего-то вы посмотрите как они большинством голосуют сейчас да прелесть просто а если ты не голосуешь как они критика давление оскорбление она уже ужасно все что творится и шестой пакет он в принципе разделился на две вещи первое это безумные торги за кулисами безумные торги и давление спекуляции угрозы и там как раз как раз в венгрии являются основным ключевых игроков кто просто противопоставил себя и интересы своего государства всей этой сфоре но договорились мы об этом следующем часе а вот что касается в одного из нюансов знаете ульт меня задело если честно задело второй день я хожу и тоже бубню бубню мне очень некоторые вещи не понравились потому что и санкционного списка и сейчас патриарх кирилл и австрийские газеты голландские немецкие французские мол мол русская пропаганда победила при чем тут русская пропаганда ну мне ощущение такое что некоторые санкционные вещи это просто негодяйство но меня зацепило иное а почему греция не лоббировала в данном случае интересы христианства и православия почему это сделал виктор орбан но если орбан смог вывести грубо говоря в прямом смысле слова патриарха из санкционного списка то есть это был какой-то торг вот вы это вынести а вот тогда я согласую что здесь вот мы проголосуем за то есть за частично этом принятие концептуальных этих санкций и где греция была это по поводу греки православные надо обязательно съездить святые места ух ты я вам скажу неожиданно то есть они даже об этом не думают и тогда смотрим кто у власти левые социалисты левые автономы социал-демократы это прям сговор какой-то социал-демократический хорошо что что не социал-националистический но я сейчас с иронией но на самом деле ничего веселого нет и румыния где в этом же контексте там тоже много православных потому что православие не является политической доктриной это вера это культура это быт и это то что объединяет и в этом отношении вот честно говорю орбану спасибо просто спасибо неожиданно где-то потому что одно дело воевать за нефть а совсем другое дело воевать за культуру и вот когда мы говорим там братья славяне там братья сербы вспомните как сербия проголосовала где-то и как-то против россии ведь под давлением сербия было дело в том что нету давление из постоянные торги и угрозы давление как таково это красивое слово но на самом деле вот эти угрозы и предложения каких-нибудь вещей являются основным языком дипломатии но тогда это не дипломатия вообще соответственно меня не просто это зацепило а эта тема которая была в сми полностью зашоренная ее не было она не присутствовал эта дискуссия кто знал вот давайте так по серьезному когда уже все случилось там они на коленках где-то чтобы никто не видел пишут что они хотят в санкции нести к ним приходят советники там список навального например список ходорковского люди которые не любят не понимают абсолютно имеющий личных частных врагов и не готовы этого впишите они они специалисты по европейской экономике или по российской нет конечно но и и не пользуются их услугами и давайте список еще кого-то вставить а давайте родственников ставим а давайте ставим патриарха притом аргументация и попытка спрятать это давайте так то что от россии прячут кого-то в списке вносит ну где-то логично я считаю что это логика она присутствует это логика вражебности но она по крайней мере объяснимо но то что спрятали от европейской общественности то есть европейцы все время удивляет свой народ значит кучка банда я бы сказал захватившая власть зеленых ассоциал-демократов по всей европе наталкивается только на консервативное настоящее консервативное сопротивление не псевдо вот типа крикуны которые там есть и много таких тоже вот эти популисты здесь и сейчас предлагают быстрые решения и почему я говорю это банда потому что они с народом не советуются советовались бы они с народом я не требую чтобы в санкциях например была общественная дискуссия или по каждому случае проводился бы референдум глупо но например являются ли пострадавшей например община религиозная в городе берлине православных если если бы вдруг вот увели санкции я считаю что да не считаются с интересами а является ли община например держатели и даже не акции а просто тех у кого но в распоряжении например фирма в которой есть 100 грузовиков и таких это большие фирмы абсолютно там половина этих машин как правило в ремонте половина в лизинге и достаточно тяжелый бизнес логистический эти люди с ними кто-то советуется нет а потом выступает вице-канцлер и говорит большое спасибо бизнесу за пониманию и за поддержку и шульц и канцлер то же самое сказал большое спасибо бизнесу да не рассказывайте сказки бизнес никто не спрашивает вообще тут я уже сейчас запутался в телеграм-канале у меня я смотрю вот сообщение и на рабочем чате в ватсапе значит был вопрос когда загнется бас бас конечно же очень сильное производство очень сильная миллиардные обороты миллиардная прибыль является ли бас в зависимый от поставок энергоресурсов там нефти элементов которые нужны для производства из россии абсолютно да абсолютно и то что мы видим на самом деле это как санкции уничтожает этот бас но при этом происходит с точки зрения государства иные вещи например арань металл напоминают эти негодяи которые написали что хотят 88 поставить броневиков украине и обратились этой просьбой правительства и делают вид что они не знают что такое 88 напоминают а код хай хитлер обозначает так вот их акции выросли на 30 процентов за месяц понимаете если бас загибается то где-то с другой стороны у них акции растут значит кто-то имеет прибыль с точки зрения государства ну подумаешь они бас разменяли ну и что но гордость теперь у них будет другая гордость броневики виде пантер виде мардеров виде тигров и леопардов но весь зверинец весь зоопарк я использовал паузу нашел цифры по бас вопрос в принципе такой показательный лакмусовая бумажка и сравнил цифры узнать вот чистая прибыль 1,22 миллиарда у них было но только упала на 28 запятая бла-бла-бла процентов упала на 28 процентов соответственно это отражается на акциях и в рентабельность чистой прибыли упала на 40 процентов вот по поводу когда загнется я не думаю что бас загнется категорически но я думаю что многие подумают о том чтобы слинять из германии я сейчас говорю о бизнесе потому что зачем напрягать акционеров ведь бизнесе это немного иная вещь они заинтересованы в прибыли если тебе не дают возможность здесь заработать у тебя есть два варианта либо ты это здесь поменяешь либо поменяешь тех кто тебе не дает заработать если невозможно сейчас изменить политический строй в европе если невозможно отменить санкции если лоббисты именно военных концернов сегодня потеряют потирают руки и довольствуются поднятием акции то может лучше переехать куда-то это же так просто и тогда как бы высвечивается абсолютно новый формат отношений и миграция бизнеса это вещь которая ну правительство любой страны должно считаться и и создавать всяческие условия чтобы этого не произошло я обещал я анонсировал поговорить об урбане это ситуация уникальная сейчас орбан значит практически всю неделю урбан не сходил нигде с уст урбан это звезда сегодня политическая звезда только уже не все венгрии а эдакая оппозиция в евросоюзе настоящая оппозиция он один противостоит всей этой своли и он не фанатически отстаивает интересы россии боже меня сохрани он отстаивает интересы венгрии притом очень сильно и орбан знать как во всех своих рассуждениях нужно внимательно слушать где орбан просто рассуждает и она кажется что вот он даже как-то с пониманием относится да не надо будет проголосует и против надо будет проголосует и за и отличать его рассуждение непосредственно от целей которые он поставил здесь и сейчас и он говорил насчет шестого пакета санкций что он поддержит вообще не вопрос еще раз орбан не отказывался поддерживать пакет санкций против россии он согласился изначально что он его поддержит но поставил условия вот решите мне вопрос поставок нефти в мою страну и тогда я поддержу санкции является это политической хитростью я вроде как с вами но вот есть маленький нюанс или все-таки это не с нами или же все-таки орбан играет какую-то игру знаете орбан выступал совсем недавно на конференции консервативных политических сил это такой форум очень крупный форум может один из крупнейших форумов сша и и орбан объяснял там как как консерваторам прийти к власти с точки зрения орбана это очень просто имейте собственные средства массовой информации это единственный способ указать на безумие прогрессивных левых проблема в том что западные сми настроены на левую точку зрения у тех кто учил репортеров в университетах уже были прогрессивные левые принципы а вы знаете где то есть в этом правда потому что левое мышление но не в смысле социально справедливое давайте сделаем очень просто сравним штрафы это же так просто я думаю любой человек эту тему понимает осознает вот вы припарковались неправильно вам приходит штраф ваша машина например стоит 1 миллион рублей и штраф который приходит к вам ну допустим вынуждена вы припарковались неправильно осознать нам вот понимаете что вам здесь и сейчас нужно кого-то высадить вот другого выхода нет вы идете на это такое маленькое нарушение правил и получаете этот штраф а вы сами себе что это случайно ну неприятно а теперь рядом с вами стоит машина которая стоит например 15 миллионов и она получает точно такой же штраф для водителя за миллион это может быть больно заплатить этот оплатить этот штраф а для водителя за 15 миллионов не больно вот вопрос это левое мышление если штрафы будут приравниваться к достатку человека ведь судах часто есть там минимальной зарплате привязывают штраф а именно к тому сколько человек зарабатывает чтобы для него это непосредственно больно было и вот это вот левое мышление она развивается немного в другую сторону в европе она не в дискуссии кто какой штраф платит кто на какой машине ездит а она в дискуссии ребята вам машина не нужна не надо ездить на машине вам не нужна собственность вы будете ездить на городском транспорте а мы будем гарантировать что 10 процентов всей прибыли всегда будет направлена на модернизацию парка тем самым мы сохраним окружающую среду потому что выхлопных газов будет меньше в автобус больше людей влазит а еще лучше если это будет электробус электростанция где-нибудь другом государстве но сам смысл тебе не нужна вот эта потребительская корзина виде мечты машины чтобы ездить на дачу мы за тебя все решим и левые мысли они не сводятся только к социальной справедливости левые мысли это например количество денег сколько инвестируется в образование и есть разное мышление то есть давайте образовывать всю страну что было очень много умных людей а есть другое а умные сами выплывут кому надо слишком много умных тоже по подпаде потом им работу нужны люди которые работают а слишком умные они не работают они уже управляют а так не бывает что все управляют и в таком случае давайте не будем инвестировать в образовательную систему пусть она будет ну как бы население будет не образована не то чтобы бескультурная просто не образована дремучая да кстати хорошее слово на насчет дремучего это хорошее слово дремучего первых управлять легче во вторых а зачем зачем тебе понимать химическую цепную реакцию или алгоритмом уравнения ты не пользуешься ты в жизни пользусь калькулятором и примитивно арифметикой примитивной арифметикой зачем тебе разбираться отличать маны от маны зачем тебе это нужно и левые силы они как раз все штыки они противостоят капитализму такому оголтелом и противовес ну скажем в разных странах по-разному он есть здоровый нездоровый постоянная борьба за социальный пакет посмотрите америка отсутствие социального пакета посмотреть на европу практически везде существует какой-то социальный пакет и ястребы от капитализма они считают что человек ну как бы становится лучше мощней резче дерзости больше прибавляется если он выживает если он находится в тепличных условиях то крысы вот этот эксперимент о котором часто говорят что крысы жили в раю крысином помните оля кубометр или там два кубометра где полностью все условия созданы были для крыс и они перестали бороться за самок они стали страдать ожирением у них бура им давали еду чистили им туалет и давали воду они перестали выживать вот капиталистическое мышление но все время основан на том что нужно выживать это было бы правда если бы не вступали в сговоры политики с капиталистами не навязали например до критерину изменения конституции в которой теперь будет новый фон и все кто имеет отношение к военной индустрии потирает руки вы пока торжествует на фоне страха год назад торжествовали непосредственно лоббисты и фармакологические концерны на всей планете государство если не вмешивается то получается какой то ну я не знаю взлет точечных лоббистов вот так вот и объясняя например в сша о том как нужно действовать чтобы консервативные силы побеждали так скажу да любые силы будут побеждать если у тебя сми захватили но возвращаемся к обсуждению в европу и у торба объясняя проблематику на уровне что ядерная бомба если венгрии взорвется это то же самое если перестать поставлять нефть но тогда это не эмбарго тогда это абсолютно не эмбарго и если это не эмбарго ну только оно называется так а эмбарго с исключениями знаете это это странная вещь тогда дискуссия о том что орбан не вписывается в европейскую семью она сильна то есть поляки со всеми своими закидонами по поводу юстиции по поводу дисциплинарной палаты для судей они правда отменили я на прошлой неделе это рассказывал но тем не менее они свои они европейцы потому что они подходят под политическую повестку орбан его обвинять сейчас во всем что там коррупция страшно что его клан неимоверно что-то делает что он придает интересы европейцев что он не любит соседи украинцев то есть получается ты в стадии либо такой как все либо ты в стаду не подходишь но есть законы и тоже в одной из дискуссий открыто спрашивают как избавиться от венгрии евросоюза и специалисты юрист отвечает они как а это невозможно потому что законные правила которые действуют в евросоюзе они в первую очередь направлены на то что если ты уже вступил тебя как-то защищает именно по тем правилам по которым существует и действует евросоюз ты не можешь вот так вот взять и с нуля придумать что-то новое соответственно если идти дальше по этому порядку исключать всех неугодных то кто останется и этому неправильно плюс параграф изменить невозможно отобрать голос венгрии невозможно если написано что консенсус вы не можете сегодня большинством собраться изменить нужно добить венгрии чтобы венгрия проголосовала что больше в будущем не нужен консенсус тогда ну как бы изменятся определенные вещи и венгрии тоже можно будет управлять но ведь тогда власть захватывает Брюссель тогда заканчивается национально осознанная политика идентификация государства как национально ориентированная все это конец Европы и Орбан не стесняется на выражение в этом отношении и знаете такое ощущение что он чувствует поддержку своих то есть венгров он понимает что он работает в интересах своего избирателя в отличие от тех же зеленых в Германии и дает это ему такую и внутреннюю силу но еще раз он не отказывался подписывать санкции против России то есть то что там какой-то банк попадет на санкцию но опять же смотрим внимательно Орбан заявляет что он не отказывается но патриарха Кирилла вывел же из санкционного списка значит не так все просто с Орбаном орешек то не по зубам европейским политикам и когда орешек не по зубам европейским политикам происходит же абсолютно нормальная типичная ситуация начинает смешиваться за океане и если говорить о за океане когда из США прилетает предложение Венгрию исключить Евросоюза или же например Венгрию внести в санкционные списки потому что намешает санкциям против Россия ребят ну давайте так я говорю о скелете демократии но это не скелет уже просто мне кажется это это новая форма политического управления то есть мы там слова как гегемония просто должны забыть есть одно мнение оно правильное если необходимо требовать наказание для Будапешта по поводу эмбарго российской нефти и человек который в США это произнес потрясающий знаете такой американец его зовут Раджа Кришнамурти и он обратился это которые санкциями угрожает Венгрия да да он обратился к Энтони Блинкену цитата я убедительно прошу вас Энтони Блинкен между прочим он пишет рассмотреть все возможные инструменты в том числе санкции чтобы достичь с Венгрией окончательной договоренности по запрету российской нефти послушай Раджа Кришнамурти чтобы достичь Венгрии окончательной договоренности рассмотреть все инструменты в виде санкций умничка ты дипломатия зашкаливающая то есть придумайте санкции которые можно вести против Венгрии за то что она отказывается вводить санкции не против России нет против нефти из России которая очень необходима Венгрии и Венгрии дайте нам другую нефть мы подпишем все санкции дайте другую нефть наполните нас этой нефтью потому что вы хотите чтобы экономику Венгрии взорвала ядерная бомба и вы знаете эта риторика Орбана мне говорит о том что действительно идет третья мировая экономическая война может быть последствия пандемии плюс то что сейчас происходит хорошо что когда есть конфликт между сверхдержавами когда есть конфликт который ну действительно нужно уже разгребать находить где он заложен и как жить дальше то что сейчас происходит сейчас происходит действительно разделение всего хозяйства по планете это на наших глазах происходит вещь то надо называть своими именами если после второй мировой войны после первой второй мировой войны Примерно то же самое происходило с экономикой, что сейчас без мировых войн. Может быть, человечество научилось экономические проблемы решать пусть санкционно, пусть извиваясь, пусть надавливая, но, по крайней мере, без прямого взаимодействия армии. То есть, есть региональный конфликт, но этот региональный влияет на экономику вселенского масштаба. И в этом отношении, конечно же, призывать ввести санкции против Венгрии. Я понимаю, что там один какой-то член Палаты представителей США, но, тем не менее, он обратился, но он не один, кто об этом говорит. Вся Европа сейчас говорит, особенно зеленые, что нужно придумать, как Венгрию посадить на какой-то карантин. И начинают искать, знаете, я думаю, многие, кто помнят, 90-е нулевые в контексте, как подрабатывали налоговые инспектора. Они не в казну государства работали, а в свой собственный карман. То есть, ты нарушаешь правила, потому что закон такой, ты не можешь, как индивидуальный предприниматель, выжить. Ты нарушаешь правила, приходит инспектор, ты от него отмазываешься за взятку. Но именно финансовые инспектора имеют власть заглянуть туда, куда нормальный человек не заглядывает. И вывернуть руки Орбана можно, например, обвинив его страну и его в коррупции, и заморозить причитающиеся ему, я имею в виду Венгрии, деньги из Евросоюза. И Евросоюз это делает, посмотрите на Польшу. Но действительно, поляки говорят, слушайте, у нас может быть с вами недоразумение, дело в суде, по поводу судебной реформы. Но какое отношение имеют деньги, выделенные на болезнь, к тому, что мы разбираемся в суде по реформам того же суда? Я считаю, поляки в этом смысле были логичны. Правы или неправы, суд решает. А вот логичны ли они, считаю, что да, деньги выделяли на болезнь, а они выдают, потому что нашли повод не выдавать. На самом деле, просто это брюссельский инструмент, не давать денег. И какой-то там американец Блинкену пишет письмо, теперь на основании этого письма, Блинкен позвонит Урсуле, Фонделяйна, скажет, ну как продвигается у вас мозговой штурм, чтобы наказать Венгрию, чтобы они были более послушные, чтобы они голосовали так, как нам хочется. Нам это Соединенным Штатам Америки, конечно же. И креативность, которую проверяет Евросоюз, она направлена не на осознание того, что в демократическом сообществе мы должны гордиться, что есть хоть кто-то, кто против. Нет, она направлена на то, как сделать так, чтобы ты был за, но мягкими методами. И мне кажется, вот здесь и скрывается подноготное, как функционирует Запад. Ведь все их улыбочки, ужимочки, они направлены не на то, чтобы оценить твое мнение как личности, как государство, как сообщество, как гражданского сообщества, а сделать так, чтобы ты был такой, как они. И всегда с улыбочкой, всегда мягенько так. Всегда мягенько. НКО создали, профинансировали, подобрали всех недовольных, создали ударную группу журналистов, которые топчутся на наших костях, на нашей гордости. Я о бэховцах, да, 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 о некоторых из них. И вот этот профессионализм, он не лицемерный, он профессионализм в контексте интересов Запада, а не так продвигаются интересы. Поэтому они считают, что, как Меркель сказала, что то, что сейчас происходит, это, во-первых, исторический поворот, большой момент, во-вторых, типа варварские действия. Ну, конечно, по сравнению с тем, как мягенько-мягенько город Лейпциг помогал реновации улицы Степана Бендеры в городе Львове. Это ж, конечно, это ж мягенько, это ж красивенько, это ж симпатичненько. Чтобы трамваи, знаете, когда идут, чтобы не шумели, чтобы окна не дрожали, вот там вот нужно поменять булыжники и специально поставить шины, чтобы это было тихо. По-европейски, тихо, совсем тихо. Соответственно, вот эта манера, почему я говорю, скелет демократии в реанимации лежит, это такое действительно загибающееся тело, но оно никому не нужно. С точки зрения управления государством и Евросоюзом, то, что я сейчас наблюдаю, демократия – это последнее, что им нужно. Им нужно вообще даже, они голосование символически проходят. И ограничительные меры, которые нужно пересмотреть, это Кришнамурти пишет Блинкину, против фенгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортерами нефти из России. Понимаете, Россию наказать не могут, так они будут наказывать тех, кто имеет дела с Россией. К чему это приведет? Ну, тогда сфера влияния будет охраняться. Потому что, если каждый раз это происходит, значит, нужно выстраивать тех, кто не боится у тебя покупать что-то и охранять их. И я помню дискуссию по «Северному потоку-2», что в моде фирмы, у которых нет бизнеса в США, потому что в США уже санкции ввели. Поэтому, если нет санкций, то можно как-то шевелиться. На самом деле, тогда получается, мир делится, и если есть интересы в любом государстве, Венгрию должен Евросоюз защищать. На самом деле, Евросоюз как бы не был недоволен Венгрии, он должен встать на защиту сейчас своего члена, обратиться к Блинкину, сказать, «Эй, Блинкин, слушай, мы сами разберемся, не надо нам тут указывать, не надо тут разговаривать, а своему этому представителю палаты скажи, что не его собачье дело. Венгрию будем защищать, это наша Венгрия, какая бы она плохая ни была сейчас, или мы с ней не договариваемся». А нет, смотрите, все по-другому. И вот этот новый мир, который на наших глазах создается, уже ленивый только его не обсуждает, каким он будет выглядеть позже. А вот пример Орбана, он может стать заразительным? Хороший вопрос насчет, может ли он стать заразительным. Может. Или все должны петь в общем хоре? Ну, насчет общего хора все должны петь. Это правило, оно незыблемо. И комбинация, наверное, будет такая, что все же-таки подловят Венгрию, Венгрию, не Орбана, а Венгрию, на том, чтобы в какой-то момент торговаться и предложить, в принципе, решение вопросов большинством. Там есть специфика предложений, потому что на данный момент страна с населением там в 3 миллиона имеет такое же право одно голосование с населением в 80 миллионов. И там специфика голосований тоже должна быть, что или-или, или большинство стран 2-3, или по населению должно быть там 3-4. То есть об этом тоже дискутируют. Но нужно еще подловить. Пока что Орбан не ловится на том, чтобы перейти к большевизму окончательно. И заявления Орбана, вот они в преддверии, у него, кстати, грамотная идет медийная политика, но я имею в виду грамотная с точки зрения, как они сопровождают его действия, какие анонсы, как они дают. Потому что не успели сказать, что Орбан согласен, вроде бы, на санкции. Тут же, тут же, моментально, Орбан опровергает, что есть согласие по эмбарго на российскую нефть. И вот эти игры, ведь закулисно, мы узнаем, во-первых, пару часов, то, что позже, то, что произошло. И закулисно то, как давили на Венгрию открытым текстом, мол, давайте не дадим им положенные европейские деньги, у них коррупция. То есть вчера еще коррупции не было. А если он вдруг проголосует за эмбарго, то тогда деньги дадим. Извините, пожалуйста, это что за модель? Это и есть коррупционная модель. Если ты делаешь то, что нужно нам, чиновникам европейским, мы тебе денег даем, только она чуть-чуть перевернутая. Понимаете, оно смешно, конечно, по-карикатурному, но выглядит так, не чиновнику дают взятку, а чиновник дает взятку теперь. Но ради определенных вещей. И у Орбана там цитата очень красивая, согласия нет вообще. Проблема в том, это цитата, проблема в том, что мы сейчас в очень тяжелой ситуации из-за безответственного поведения Еврокомиссии. Я повторю, согласия нет вообще. Проблема в том, что мы сейчас в очень тяжелой ситуации из-за безответственного поведения Еврокомиссии. Я аплодирую. Встаю и аплодирую. Орбан сделал мою неделю. Он кумир этой недели. Потому что в глаза сказать Урсуле фонделяйн, которая покупает нефть на зло Россию у России, чтобы Россия в другом месте не продала дороже. Ну, у меня реально ощущение иногда, что без Ванецкого уже никак. Раньше было тяжело, потому что были все умные и заставляли тупых учиться. А теперь вообще трэш. А теперь тупые пришли к власти. И теперь тупые заставляют умных быть тупыми. А умничать нельзя. Но началось все это. Все это началось. То есть вытащили Меркель. Моля тряхнули, пыль стряхнули. Она там умничает. А Меркель непосредственно имеет отношение к этому конфликту. Это Меркель говорила Януковичу, когда тот попробовал ей дать документы, подтверждающие, что украинская экономика будет трещать по швам. Что где же мне, кто же мне даст 40 миллиардов. Я понимаю, что Янукович никакой не дипломат и вообще далекий от демократии человек и не шибко сильный политик оказался. Но тем не менее факт есть факт. Он давал документы, подтверждающие ущерб украинской экономике, если Украина оголтела, будет ассоциироваться с Европой. Потому что рынок России является важным. 40 миллиардов. Что Меркель ответила? Ты не подпишешь, подпишет кто-нибудь другой. После этого саммита Янукович возвращается, начинается Майдан. Ах, какое милое совпадение. И когда лидер ЕС начинает договариваться, ну, Орбан, он знает как, он, знаете, в классах есть хулиганы, которые нравятся девочкам. Вот есть страны, вот ваш вопрос, Оля, насчет того, что может ли стать это за разным. Может, есть страны, которым нравится модель поведения Орбана. И народ тоже, соответственно, реагирует. Еще чуть-чуть, вот у меня такое ощущение, Орбан начнет учить просто консерваторов в Европе, как нужно правильно мыслить, что такое является настоящая консервативная идея. И как учитывать интересы именно своей страны. Я думаю, правые партии и Италии, и Австрии, и Германии, они априорно относятся с большой симпатией к Орбану, именно потому что он национальные интересы отстаивает. Соответственно, единогласие, которое требуется в ЕС и попытка его изменить. Ну, давайте так, какой-то там из карликовой страны политик, а может быть даже из трех карликовых стран, я говорю о балтийских странах, будет тремя голосами против четвертого, например, если там вышинскую группу будем рассматривать. И они уже победят. И плевать им на то, что венгерская экономика может развалиться. И, цитата, «Теперь ни с того ни с сего есть идея эмбарго и санкций на нефть, без ответа на вопросы, касающиеся безопасности поставок в Венгрию». Понимаете, нам Орбан дает потрясающую информацию, как там все происходит. Сидят, значит, еврочиновники. Им такой появляется на горизонте красавец эдакий, разэдакий какой-нибудь там американец с украинцем, который говорит, о, ребята, вы еще в санкциях не ввели санкцию против нефти. И еврочиновники, опа, отличная идея, все прописываем. А вы спросили у тех, кто потребляет эту нефть? И здесь действительно абсолютно уместен вопрос. Завод БАСФ, производство в Венгрии, а вы спросили? Или вы так фантазируете? Ну, для сравнения это можно примерно так. Те же самые парочки, там, какой-нибудь умник из Украины скажет, ну, давайте на год от мяса откажемся, и чиновники в Европе, о, отличная идея, все, мясо мы не едим, мясо, год, все, у нас постановление. Это что, Кавка у нас какой-то? У нас или Шварц убит дракона, или Кавка. Я не вижу других писателей, которые эти процессы описывали. И энергетика серьезный вопрос. Это не детская игрушка. И вначале нужны решения, а потом санкции. И я опять цитировал Орбана. И я с ним полностью согласен. Давайте так, это логично. Дайте решение, вот на его примере, как спасать экономику, а потом уже предлагайте санкции. И думайте о последствиях. Соответственно, уверение по поводу шестого пакета санкций, то есть все, что там входит, и Орбану не нужно, он с удовольствием попишет, по крайней мере он так говорит. И они так и договорились. То есть, вроде как пакет санкций есть, но с исключениями. И я думаю, что БАСФ будет получать свою нефть просто из Венгрии. И не забываем, пожалуйста, что внутри Евросоюза существуют энергетические правила, энергетические пакеты, которые хартии прописаны, и влияющие полностью на взаимодействие тех, кто является в этом секторе несущими и ведущими фирмами. Так вот, в Венгрии, например, налогообложение было совсем другое. И абсолютно честный, прагматичный вопрос. А может такое быть, что Орбан просто нашел золотую нишу для своего государства? Потому что тот же самый БАСФ будет сейчас покупать у венгров. Не у России, у венгров. То есть, внутри Евросоюза сделка будет. Налогообложение на энергоресурс в Венгрии отличается от Германии. Но уже попав на территорию Евросоюза, дополнительно никто не платит пошлим. Соответственно, я сейчас говорю о прибыли. Прибыль можно вывести. Соответственно, ну, одно из двух. Отказались на такую-то сумму, там, на 10 миллиардов или на 12 миллиардов, в зависимости от цены, конечно, биржевой, от нефти. Значит, вы отказались тогда и от рабочих мест. А если рабочие места остаются, расскажите мне, откуда у вас там нефть. Я предполагаю, что венгерские компании сейчас на сильном коне будут. И тот же БАСФ будет покупать в Венгрии российскую нефть. А как по-другому? То есть, нужно было выставить какого-то мальчиша-плохиша, который на себя завернет функцию схемы. Знаете, там, польские яблоки в России, белорусские креветки. Ну, все уже обсмеялись по этому поводу. Но это же факт, это же схема. И теперь эта схема просто работает в другом направлении. По этой схеме российская нефть будет на рынке. Просто он плохой мальчик для битья с точки зрения еврочиновников. И я думаю, для Венгрии это не просто так все закончится. Уже если американцы задумываются о том, как вводить санкции против потребителей нефти венгерских фирм, то начнется рассмотрение слабых мест Венгрии. А Владимир, скажите, насколько я понимаю, так как слабых мест может быть очень много, к газовой теме они боятся даже приближаться. Потому что я вот смотрю, и Верхкомиссар по вопросам экономики свежее совсем заявление говорит о том, что ЕС в настоящий момент не рассматривает вероятность газового эмбарго. То есть на эту территорию они боятся заходить? Нет, они не боятся. Они не боятся. Эксперты работают усиленными темпами вместе с политиками, с дипломатами и другими методами. Знаете, оказывается, Германия в нестабильное государство оружие поставляла, называется Египет. А теперь в Египте, после того, как оружие поставляли, понимаете, одна из сторон выиграла. Теперь Египет подписывает контракт Симмонса на самую длинную железную дорогу в Египте, на кучу поездов. То есть вот наполнение немецкой экономики. Вначале дали оружие, а потом дают поезда. Правильно действует? Ну, логично ли действует в интересах германского государства? И если взять комплектно то, что сейчас происходит и как оно происходит, у нас действительно два сценария есть. Сценарий первый. А теперь мы можем поговорить о сценариях. Есть только два сценария. Сценарий первый. Экономика ожидает, когда закончится. Ну, берем представителей каких-то непосредственных отраслей. В данном случае нас интересуют те, кто потребляет российские товары, российские энергоресурсы, российские ископаемые. И бизнес замер в ожидании и думает, ну, вот еще месяц, ну, вот еще полгода. Ну, ладно, еще два года мы протянем, а потом все восстановится и будем торговать, и будет все ок. Это первый вариант. Есть второй вариант. Бизнес начинает переориентироваться. И чем больше предприятия, тем тяжелее переориентировать бизнес, тем тяжелее найти новый рынок. На рынок еще залезть надо. И конкуренция безумно жесткая. Никто не сбрасывает азиатов в Африке. То есть вот так вот взять сейчас и переориентироваться, во-первых, нереально. Ну, политики же обещают и требуют. Соответственно, цены прыгают, рынок нестабилен. То выработана определенная формула, Оля, по поводу газа. Вот то, что вы спрашиваете, что туда никто не лезет. Они лезут, но они лезут очень хитро. Дайте нам, пожалуйста, на полтора, на два года передышку. Мы найдем сейчас других поставщиков. Мы все организуем, чтобы мы не сдохли, чтобы у нас не было революции. Мы будем у вас так уж и быть покупать. Логика взаимоприемлемая или нет? Я ставлю большой знак вопроса. Если взаимоприемлемая, то Россию это тоже касается. Россия тоже говорит, ну, пока мы переориентируемся, пока мы найдем новые рынки, прогарантируем эти рынки. Потому что если Сименс, перед тем, как зайти в страну, поставляет государство оружие, то действительно рынки придется сейчас охранять с железным занавесом и тому, как угрожает Америка всем санкциями, кто хоть что-то и где-то занимается с Россией, то значит, если ты захочешь на рынок, ты должен гарантировать стабильность. Ты должен оружием зайти. Либо про своим силам, поставляя оружие, либо чуть ли не своим вооружением, но уже и своей армией. Это вот новая цивилизация. И в контексте этого, если Россия исходит из того, что, о, отлично, пока мы на новый рынок перейдем, мы еще год вам продавать будем, тогда это получается компромисс обоюдно выгодный. И второй вариант, то, что требует, например, Европа. А давайте мы сейчас закачаем, при том по дешевым ценам, полностью все, что можно закачать в газохранилище, и если нам не хватит, то мы купим. Вплоть до того, что купим на бирже. Но мы четко говорим, нашей целью является больше не покупать. И вот здесь вот уже начинается игра. Игра, блеф, кто умеет лучше в покер играть, знает, что там не только есть психология, там есть и математика. Нужно прочитать, что осталось еще в колоде. А вот в колоде-то уже ничего не осталось. Импорт сокращается на две трети. Я сейчас о Европе говорю. И дальше они начинают сравнивать и смотрят, а что у них-то импорт сократился, у них производство стагнации, инфляция, а у России как-то из-за того, что цены изменились, оказывается, нету такого поражения. Рассчитывали на две трети, а тут бабах даже до одной трети не дошли. И тогда начинают сравнивать, вот там треть от прошлогоднего года, 47 миллиардов кубов газа. Так извините, пожалуйста, первая половина июня поставки Газпрома в Евросоюз, 47 миллиардов. Это треть от прошлогоднего экспорта. Ну и где санкции, спрашиваются? Получается, что это все номинально, что это определенный пиар, что это работа чиновников, но они тоже соображают. Я не верю, что чиновники не видят, куда я ищусь о евро-чиновниках, что они не видят, что произойдет. И жесткий стоп-кран, вот когда в поезде ешь, стоп-кран нажали, и по инерции тех, кто внутри их сносит. Вот так же и с экономикой. Соответственно, падает спрос, падает цена на газ. Рыночные цены, ну, Европа хотела исключить их, они придумывали новые вещи. И в этом контексте, дорогие радиослушатели, Оля, появляется новая идея. Притом слышу я ее уже третьи сутки, эту идею. Вначале, так, знаете, аккуратно бросили, посмотрели, какие волны пойдут. Потом уже посильнее бросили, а потом стали уже колотить по воде, уже настоящие волны идут. А что, если Европа придумает хитрую вещь? План маршала по восстановлению Украины потом, когда-нибудь, ну, когда будет абсолютный мир, то покупать у России заранее газ, но придумать налог, который повесит на этот газ, привязать к рыночным ценам, и часть этого налога уходит на восстановление Украины. Другими словами, Европа планирует покупать газ дальше, но будет специальный дополнительный налог на восстановление Украины. Теперь вопрос. Это специальный дополнительный налог, он на какой территории будет? Вот здесь вот мнение экспертов расходится. Давайте Россия будет платить, то есть мы у России будем покупать дешевле. То есть они придумали для России налог, а не в Европе. И другие эксперты говорят, ну, замечательная идея, а как вы ее собираетесь в жизнь воплощать? То есть вы как, будете меньше доплачивать, но тогда после первой сделки все провалится? Вы не можете взять такое-то количество миллиардов кубов газа и оплатить меньше, и сказать, мы отняли тот налог, который идет на Украину. Замечательный план Маршала, просто потрясающий. Соответственно, не забываем, пожалуйста, что Газпром-то отключает потребителей, если они по схеме не идут, вот оплаты, которые сейчас есть, привязка к рублю. Соответственно, это воспитывает рыночную дисциплину. Показали, что Россия умеет разговаривать языком инструментов, и эти инструменты умеет создавать. Это очень важный аспект. Европейцы жили в иллюзии, что инструмент любого влияния находится только у них. Начиная от гражданского сообщества, заканчивая экономикой. И снизится на одну треть, допустим, из России поставка газа. Ну, допустим, там до 95 миллиардов кубометров. Что с ценой? Что с инфляцией? Что с потребительской корзиной? Давайте это приравнивать не чисто в миллиарды кубометры. Давайте это приравнивать к чему-то другому. И тогда выяснится, что снизив на одну треть, грубо говоря, в то же время и наполнение собственных газохранилищ, и потребление этого газа в Европе, Европа себе на ноги наступила, уши отморозила. А у России, из-за политики, которая идет по отношению, экономической политики, по отношению к рублю, получается, идет стабилизация. И это одна третьи россияне не чувствуют на потребление. Есть тоже рост, есть тоже инфляция. Не забываем, пожалуйста, что после пандемии разговор все время шел, что инфляция в любой точке планеты должна быть 10% плюс-минус. И только особые страны имели ее 3%. То есть это касается всемирной политики, всемирной экономики. Соответственно, если смотреть на Газпром, на поставки прошлого года, этого года, а в пандемию, расскажите мне, какие поставки были, когда производство остановилось? Расскажите мне, какие там потери были? Поэтому разговоры о том, что идет уничтожение европейской экономики, это очень серьезный разговор. И вот возвращаясь к тезису, что нижнее ображение уже началось, уже понимают, что происходит. Чувствуют все. Потребительский спрос упал. Люди не покупают ничего. Потому что никто не знает, что будет завтра. Уже пугали подсолнечным маслом, хлебом. Чем еще напугают? Обезьянье оспой? Уже нужно будет эти таблетки закупать. Представили мне карикатуру, обезьянье оспа под микроскопом, и там четко нарисован знак евро. И привязка, какая фирма будет получать основную прибыль. То есть, ну, карикатуристы отреагировали, мне кажется, даже первые на это все. Еврозона Вести ФМ Хай-Тек